В Сыктывкаре продолжают борьбу с борщевиком. Участки с опасными сорняками трижды обрабатывают пестицидами. Два этапа позади, впереди заключительный. Завершить должны до середины августа. Это 86 участков города. Какие земли обработали, а какие только предстоит, расскажет Наталья Юрина. Желтые засохшие листья наравне с зелеными. Именно так выглядит участок около гостиницы Югор. В этом году его обрабатывали дважды пестицидами от борщевика. В Сыктывкаре начался третий заключительный этап борьбы с опасным сорняком. Пока центральные регионы России бьют в набат перед угрозой распространения борщевика, постоянную проблему в коме решают не спеша. В основном в Сыктывкаре с зарослями ядовитого растения борются химией, гербицидами в несколько этапов. В городе проводится обработка борщевика в три этапа, потому что иногда недостаточно проведения одного этапа. Схожесть сорняка бывает по-разному. Иногда раньше, иногда позже. Все зависит от того, насколько семена глубоко зашли в почву. Сейчас у нас начался уже третий этап обработки. Подрядчик объезжает совместно с представителями администрации участки, которые уже были обработаны. И осматривают их для того, чтобы провести третью обработку при необходимости. Заросших участков, требующих повторной обработки, в Сыктывкаре хватает вдоль дорог и теплотрасс. Косит борщевик только около водоемов и детских площадок. Земли для обработки химией выбирают с большей проходимостью. Площадь запущенных территорий около 65 гектар, считают в мэрии. Зачистка от борщевика с помощью гербицидов приносит плоды. Химический метод борьбы успешен на 90%. Эффективность высокая, если придерживаться трехразового плана борьбы. Гербициды у нас используются на основе глифосата. У нас по техническому заданию разрешен только глифосат. На основе него именно гербициды. Для других растений он, конечно же, вреден, но нужно обрабатывать нам те участки, только где борщи, чтобы не попадало на пусты, на деревья. Он опасен только во время обработки, если им только дышать. Но буквально тому, кто им обрабатывает. То есть уже на расстоянии где-то метра-двух опасности нет. Эффект от гербицидов зависит от погоды. Дождей и высокие температуры мешают. Активное испарение химии с поверхности листа начинается от 25 градусов. В жару подрядчик работает с утра. На один небольшой участок у дезинфекторов уходит примерно 20 минут. Опрыскивают борщевик в респираторах и перчатках. Площади обрабатывают по списку. Технику выбирают в зависимости от обрабатываемой площади. Данная модель бензинового опрыскивателя на 90 литров. Мы ее используем для обработки участков с большой заселенностью борщевика и по большому объему, то есть большой площади. Также у нас в арсенале есть оборудование бензиновые ранцевые опрыскиватели. Мы их используем на площадках, где средняя заселенность. В Сыктывкаре третий этап обработки борщевика химии продолжится до середины августа. В мэрии напомнили, что за ядовитые сорняки во дворах и частном секторе будут штрафовать жильцов и управляющие компании. Для граждан нарушение обойдется в 3-4 тысячи рублей. Для юрлиц – от 100 тысяч рублей. Система мониторинга, с которой работает ЦУРКОМИ, зафиксировала в этом году более сотни жалоб от жителей КОМИ по заполонению земель борщевиком. Лидерами антирейтинга стали Сыктывкар, Усть-Куломский и Карткировский районы.